Доброе утро! Вы смотрите новости на телеканале Катунь24. Коротко о главных событиях понедельника расскажу вам я, Кирилл Гусев. Неизвестные отравили собак в барнаульском приюте Ласка. У следователей есть двое подозреваемых в живодерстве. Нашли ответственного. Муниципалитетам хотят вернуть полномочия привлекать управляющих компаний к ответственности за несвоевременную уборку территорий домов и крыш от снега. Сегодня для христиан началась первая неделя Великого Поста. Что входит в традиции поста и как их правильно соблюдать, узнаете через несколько минут. Вести зимние субботники и вернуть муниципалитетам право наказывать управляющей компании за несвоевременную уборку территорий дворов и крыш от снега и наледи. Такие предложения озвучил Общероссийский народный фронт на круглом столе. Он был посвящен итогам акции «Снежный фронт». Основная задача в нашей акции, которая называлась «Снежный фронт», это все же выделить основное внимание и уделить наледи на пешеходных тротуарах, очистка уличной дорожной сети, своевременная очистка, посыпание песко-соляной смесью своевременно. Ну и дальнейшие, конечно, обратили внимание уже по «Снежной наледи» на дворах, на крышах, на сосульке. Почему приход зимы каждый год превращается для жителей края в период тяжких испытаний? Кто несет ответственности за падающие с крыш на головы горожан глыбы льда? И почему не все коммерсанты участвуют в благоустройстве муниципалитетов? Вопросов на круглом столе звучало много. Сегодня на содержание дорог муниципалитетам выделяется всего 15% от требуемых на это средств. Денег не хватает даже на своевременный вывоз снега. Парадокс заключается в том, что за это муниципалитетам выписывают штрафы, которые они платят из тех же скудных сумм. Есть и другая проблема. Сегодня муниципалитеты не имеют полномочий по привлечению к административной ответственности управляющих компаний за несвоевременную уборку территорий и крыш от снега и наледи. Потому что, как говорится, вы к земле ближе, вы этим и занимаетесь. Ну, может, это и правильно. Но, тем не менее, факт такой есть. Неожиданно полномочия по 6.2 административного кодекса остались только у Роспотребнадзора, у Минприроды. Они же этим как не горят заниматься, не горели желанием, так и не горят. Ну, давайте правде в глаза смотреть. У них нет ни опыта, ни структуры, ни инспекторов. Участники круглого стола предложили вернуть муниципалитетам эти полномочия. Также прозвучало предложение регулярно проводить зимние субботники по уборке города от снега, в которых могли бы активнее принимать участие предприниматели и общественность. Кроме того, на круглом столе приняли решение разработать проект дорожной карты по устранению недостатков работы коммунальных служб по очистке улиц и крыш домов от снега и наледи. Штраф за переработку за рулем добираться от пункта А в пункт Б всем профессиональным водителям скоро придется с соблюдением режима труда. Новые правки в закон по тахографам введут в конце года. Тахографы с ноября этого года должны будут стоять у каждого профессионального водителя в автомобиле. В прошлом году в России началась активная работа по изменению требований законодательства в области контроля режима труда и отдыха водителей. Изменения, которые на сегодняшний момент грядут, они касаются всех эксплуатантов, перевозчиков, собственников транспортных средств, у которых, скажем, транспортные средства с полной массой более 3,5 тонн, и всех собственников автобусов. Теперь можно проводить за рулем не более 9 часов в сутки. Два раза в неделю управлять транспортным средством можно не 9, а 10 часов. А каждые 4,5 часа водитель должен делать перерыв. Работать без выходных теперь будет нельзя. Минимум один день отдыха в неделю. Минтранс опубликовал проект изменений в правила проведения техосмотра. Будет проверяться состояние тахографического оборудования, его исправность и наличие пломб. Неизвестные отравили собак в барнольском приюте Ласка. По словам его сотрудников, ночью 9 марта через забор на территорию приюта, где обитают собаки, закинули отравленную колбасу. В итоге умерло 7 собак. Еще 3 бесследно пропали. Волонтеры не понимают, чем помешали уже отловленные и сидящие на привязи на территории приюта животные. И говорят, что у следователей уже есть два подозреваемых. Сейчас мои коллеги выясняют все подробности происшествия. О них мы расскажем в следующих выпусках. Сельхозтоваропроизводители Алтайского края могут получить компенсацию части затрат на покупку семян элитных репродукций. В этом году аграриям компенсируют затраты при покупке семян зерновых и зернобобовых, технических, кормовых, овощных культур и картофеля. В перечень субсидируемых по-прежнему включена соя, при покупке одной тонны которой выплата в среднем составит 27,5 тысяч рублей. Ставка за тонну других зернобобовых в среднем 4,5 тысячи рублей. Сохранены ставки по семенам рапса, рыжика, сурепицы, масличного льна. За приобретение тонны элитных семян этих культур аграрии в среднем получат 45 тысяч рублей. В этом году на поддержку хозяйств, покупающих элитные семена, в регионе заложено 100 миллионов рублей. При необходимости эта сумма может быть увеличена, так как это направление поддержки включено в единую субсидию. И на региональном уровне возможно принять решение по перераспределению средств из других блоков единой субсидии. Обязательные условия получения господдержки семена должны быть районированы по западно-сибирскому региону, сообщают в Минсельхозе Алтайского края. Сегодня чистый понедельник. Для христиан началась первая неделя Великого Поста. Он установлен в память сорокадневного поста Иисуса Христа. В этом году Великий Пост будет длиться до 27 апреля. О том, что входит в традиции поста и как правильно их соблюдать, расскажем далее. 48 дней – длительность одного из самых суровых постов православного календаря. Первые сорок символизируют путешествие Спасителя по пустыне, во время которого он постился и противостоял искушениям, а неделя в конце – последние семь дней его жизни. Для всех христиан Великий Пост – это подготовка тела и духа к Пасхе, когда человек очищается духовно. Соблюдать строгий пост, проводить время за молитвами, посещать храм – это, конечно, дело строго личное. Но вот давайте спросим у жителей Барнаула, соблюдают ли они пост и знают ли что-то об этом. Вы вообще знаете, с кого, по какое число пост длится? Тоже не в курсе. Другим головам занята. Сколько дней вообще пост? Не в курсе. Может быть, месяц. Не знаю. Я про него слышала, но соблюдать я не соблюдаю, неверующая. Вы вообще что-нибудь знаете про Великий Пост? Вот сколько он длится? Когда начинается? Когда заканчивается? Я помню, что он длится, по-моему, около месяца или около полутора. Подробностей не уточнял, но у меня много знакомых соблюдают пост. Может быть, и я когда-нибудь к этому приду. Важно понимать, что пост – не просто строгая диета. Поститься необходимо не только телом, но и духом. Стоит отказаться от посещения шумных вечеринок, клубов, свадебных церемоний, дней рождения и прочих увеселительных мероприятий. Ограничить себя в потреблении кофе, отказаться от алкоголя, не курить. Очень важно совершать еще один вид поста. Я его так называю информационный пост. Важно ограничивать себя в это время от просмотра различных увеселительных программ. Вообще просмотр телевизионных передач. Я знаю просто некоторых людей, которые на время ограничивают именно вход в интернет. Даже цветность экрана изменяют. Делают на черно-белом, чтобы оно менее привлекало человека. Другая сторона Великого поста – ограничение себя в потреблении мяса, молока, яиц и рыбы. В этом случае стоит помнить о состоянии своего здоровья. Существует категория людей, которым разрешается не паститься. К таковым относятся беременные женщины, дети, а также ослабленные после болезни люди. Что для современного человека, что для прежнего человека, жившего в иные времена, просто это достаточно тяжелое состояние, это стрессовое состояние, потому что человек должен есть разнообразную пищу. Конечно, здесь в первую очередь следует оценивать свое самочувствие. Если самочувствие резко нарушается, то следует все-таки выходить из поста. Не резко, а опять же постепенно увеличивая долю животного белка. Светлым воскресением Христовым заканчивается Великий пост. С этого дня все запреты и ограничения снимаются. Но стоит помнить, что бурное празднование Пасхи, обилие мясных и острых блюд, жирная и тяжелая пища в больших объемах может очень негативно отразиться на состоянии здоровья. Важно не только выдержать пост, но и правильно выйти из него. Главное правило – умеренность и постепенность. Елизавета Конева, Михаил Лифуншан, Новости. На этом у меня все. До встречи в следующих выпусках.